здравствуйте дорогие студенты я рад снова быть с вами надеюсь вы тоже сегодня мы продолжим наше путешествие и начнем мы сегодняшний урок я надеюсь вы помните все о чем мы говорили прежде потому что иначе мы можем продолжать дальше собственно мы говорили о том что заветы каждый следующий завета заветов было как мы видим не два не отменяют предыдущий отбирают его в себя и мы говорили о том что не тора не танах не сам спаситель неси и шо иисус христос не учат об отмене заповедей торы и напротив анти беззаконие аномизм это характеристика собственно антимессии антихриста и сегодня мы поговорим о таком моменте а как же быть тогда с посланиями апостольскими особенно с тем что пишет в своих посланиях апостол павел конечно для христианина который принял как бы христианскую библию с каноном ветхого и нового завета где письма апостола павла являются частью священных писаний вопросов никаких не возникает но для еврея боящегося бога все выглядит немножко иначе подумайте сами если моисей никогда не учил о том что мессия отменит заповеди тора для евреев если пророки никогда об этом не говорили и наоборот пророк даниэль говорит что попытка отменить праздники и законы для народа израиля это характеристика антимессии антихриста если сам спаситель мессия и шо иисус христос не учил этому а наоборот утверждал закон говорит что говорил что он не знает беззаконников что ни одна йота ни одна черта из тора не не придет и так далее то как нам относиться к учителю который говорит прямо противоположное что закон отменен заповеди больше не актуальны и так далее и так далее на самом деле конечно же благочестивый христианин в этот момент выключить телевизор не станет меня слушать и продолжит так сказать верить так как верил а для ищущего бога и ищущего мессию еврея вопрос останется очень открытым и важным и давайте признаем если апостол павел учил противоположному всему что говорят до этого моисей пророки и сам мессия и шо иисус христос то на самом деле он же учитель даже если его включили в канон он не должен обладать для нас никаким авторитетом потому что он противоречит всему что говорилось до него но правда заключается в том что он этому не учил а то есть вы можете выдохнуть вдохнуть облегчение потому что апостол павел шауль не учил беззакония мы сегодня об этом как раз и поговорим во первых павел никогда не отвергал закон в рим в римлянам 3 глава 31 стих он говорит итак мы уничтожаем закон веру спрашивает он и отвечает сам никак но закон утверждаем в послании тимофею в первом послании тимофею 1 глава 8 стих он говорит а мы знаем что закон добр если кто законно употребляет его в послании римлянам павел говорит что закон добр свят и духовен а то есть никоим образом не умаляет и не его красоту не его духовность не его доброту далее сам павел на самом деле продолжал соблюдать закон вот что он говорит само себе книга деяний 25 глава 8 стих он же в оправдание свое сказал я не сделал никакого преступления не против закона иудейского не против храма не против кесаря более того он следовал не только как бы как иногда говорят вот там можно соблюдать закон но есть еще традиция но павел следовал традиции деяние 28 глава 17 их через три дня павел созвал знатнейших из иудеев и когда они сошлись говорил им мужи братья я не сделал ничего против народа или отеческих обычаев поскольку этому всему учил и сам мессия под потому что он учил нас слушаться традиции для вас может быть это новая мысль но вот что говорит евангелие матфея 23 глава 3 стих и так все что они то есть учителя закона велят вам соблюдать соблюдайте и делайте по делам их не поступайте ибо они говорят и не делают то есть миссии шоу иисус христос он учит нас следовать религиозные еврейской традиции тому что чем учат нас еврейские учителя а не следовать только в тех случаях то есть не подражать жизни тех учителей которые сами учат других а при этом сами не исполняют только этому давайте подумаем вот о чем вы наверняка слышали точно так же как и я интересно очень аргумент апостол павел говорит что он следует закону и не нарушал никогда ни закона торы не не отеческих обычаев для того чтобы не оттолкнуть людей от возможной веры и шоу миссии в иисуса христа то есть он на самом деле делает это из миссионерских соображений то есть он как бы не говорит то что не отвечает реальности иногда ссылаются на текст из девятой главы первого послания коринфянам где он говорит о том что он для людей был как у деле или нафелин давайте подумаем что это вообще значит а изображать перед людьми себя тем кем ты не являешься с целью какой обмануть на самом деле каков моральный аспект такого подхода к делу на самом деле это противоречит нравственным нормам священного писания торы тому что учил чему учил и шоу миссии иисус христос на самом деле вы легко поймете что если кто-то поступит так с вами то и это потом откроется то вы не будете уважать ни этого человека не то учение которое он пытался вам принести потому что он действовал обманом а ведь спаситель говорит что мы должны поступать с людьми также как хотели бы что вы поступали с нами представьте что ваши христианские церкви приходят например мусульманские учителя которые одеты как вы с крестами на шеях или лацканных пиджаков которые говорят что они христиане и что они верят во все во что верите вы но сами тихонечко начинают заниматься среди вас обращением в ислам вам ведь это не понравится вы правда верите что апостол павел говорил о том что он соблюдает заповеди как и прежде как правоверный иудей а делал и говорил это только для того чтобы ввести людей в заблуждение вот что говорит апостол павел сам первое коринфянам 9 глава 20 21 стих для иудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона как чуждые закона внимание не будучи чужд закона пред богом но подзаконен мессии чтобы приобрести чуждых закона перед кем же апостол павел говорит что он не чужд закона перед кем он чувствует свою обязанность соблюдать закон перед внешними перед людьми для того чтобы показаться правоверным иудеем на самом деле он прямо об этом говорит не будучи чужд закона пред богом то есть он по-прежнему считает себя религиозным евреем обязанным соблюдать заповеди торы делает это не перед людьми не ради миссионерских целей а ради господа бога поэтому конечно этот текст мы должны начать понимать иначе так чтобы он не представлял апостола павла лицемером лжецом обманщиком людей на самом деле человеком который действительно искренне с чистой совестью как он говорит служит господу богу это возможно очень просто просто надо перестать понимать этот текст так как будто бы он подстраивается и что ты себя изображает а понимать таким образом что он старался быть понятным и темы и другим людям что он пытался найти как бы путь человеческим сердцам а не то что он лицемерил изображала себя того ким он не является иными словами в жизни апостола павла не было никакой игры вудаизм для привлечения людей к вере в иисуса в деяниях 21 1926 описана история как шауля поступают приходят в иерусалим и встречает там огромное количество евреев верующих в мессию и шоу и вот они ему говорят деяние 21 глава 19 по 26 стих видишь брат сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона а потом они говорят ему о слухах которые ходят о нем а тебе наслышались они что ты всех иудеев живущих между язычниками учишь обступлению от моисея говоря чтобы не они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям то есть на самом деле апостол павел свидетельствовал и в суде и перед старейшинами израильскими что он еврей соблюдающий заповеди и следующий отеческим обычай а тем не менее апостолу павла по каким-то причинам стали обвинять том что он не таков и вот как предлагают лидеры еврейской общины мессианской общины развеять слухи они предлагают апостолу павлу пойти в храм и взять на себя расходы по принесению жертв которые приносят люди которые завершили назарейство свое и он это делает что же делает шау он хочет всех обмануть он на самом деле учит евреев отступать от торы но для того чтобы эти обвинения не были действенными чтобы это сказать вести все заблуждения он собирается сделать то что ему советую в галатам 524 павел пишет вот я павел говорю вам если вы обрезываетесь не будет вам никакой пользы от христа еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся что он должен исполнить весь закон вы оправдывающий себя законом остались без христа отпали от благодать традиционно христианам этот текст понимается как она не как выступление павла против закона хотя конечно же если мы так понимаем этот текст то это во первых вступает в противоречие со всеми случаями когда павел говорит о законе хорошо и и одобрительно во вторых делает его собственно уже учителем о чем мы говорили выше но самое интересное что если павел действительно считает что соблюдение заповедей закона неважно евреями линии время лишает человека благодати то представьте себе он приходит в иерусалим встречает там огромную общину евреев о которых сказано что они ревнители закона то есть если понимание тревожное понимание написанного в послании галатам верно и соблюдение закона лишает человека благодати то тогда он встречает иерусалимскую общину отпавших от благодати и ему советуют чтобы так сказать люди не думали что он учит людей оставлять закон пойти и принести в храме жертвы он идет делает это вместо того чтобы слезно умолять лидеров иерусалимской мессианской общины и всех верующих в иисуса евреев оставить закон потому что они отпали от благодати то есть на самом деле он оставляет всех еврейских верующих в ужасном погибель нам состоянии если конечно написанное в послании галатам традиционно понимается верно но кроме всего прочего давайте подумаем вот еще о каком аспекте что же делает павел он идет в храм храм чтобы принести там жертвы в которые он не верит чтобы люди которые думают о нем что он учит против закона думали что он учит закону то есть чтобы обмануть людей то есть он в храме приносит жертву в которую он не верит для того чтобы ввести в заблуждение людей это что вообще возможно страшное богохульство если вы задумаетесь об этом всерьез единственная возможность по которой апостол павел мог пойти в храм и принести жертвы и оплатить жертвы назареев это то что он это делал искренне то есть он не учил евреев оставлять закон моисеев и отеческие обычаи и про еврейскую общину в русалиме вот что говорит он вообще о своем отношении к народу израиля римлянам 9 глава 1 4 стих истину говорю во христе не лгу свидетельствует мне совесть моя в духе святом что великое для меня печали непрестанное мучение сердцу моему я желал бы сам быть отлученным от христа за братьев моих родных мне по плоти то есть израильтян то есть на самом деле если бы он действительно учил что закон соблюдение евреями закона лишает их благодати и лишает их отношений с жертвой миссии то он бы не пошел ни в кое храм он бы стал рискуя жизнью и добрым к нему отношениям уговаривать эту общину верующих в ешуа евреев оставить заповеди закона чтобы не лишаться благодати и я не 21 19 26 по представить тем кем он действительно являлся таким же ревнителем закона как и те кто его радостно встретил в русале еще один текст подтверждающий нелицемерный образ жизни павла я не 18 18 павел прибыв павел пробыв еще довольно дней простился с братьями и отплыл в сирию и с ним акилла и прескилла остригшие голову в кинфреев по обеду то есть на самом деле апостол павел шауле вместе с акиллой и прескиллой еще двумя еврейскими верующими остригают в кинфреев свои головы по назарейскому обету а потом он приходит в иерусалим и это та причина почему ему предлагают взять расходы на жертвы других назареев потому что и сам он завершал в иерусалиме свой обед назарейск на этом мы сегодня закончим спасибо вам большое за внимание до следующих встреч а